Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5000 рублей. Пенсионный фонд России упростил для семьи получение выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет. Теперь родители могут обратиться за средствами. Даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, страховой номер будет оформлен автоматически, по сведениям реестра ЗАГСа. При подаче заявления через личный кабинет на портале Пенсионного фонда России, семье достаточно указать имя дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплаты на детей до 3 лет, можно полностью дистанционно, даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям. Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда, владельцу сертификата, теперь достаточно указать только Бигбанка, банковский идентификационный код и номер счета, на который необходимо перечислить средства. Остальные реквизиты будут заполнены автоматически. Несмотря на то, что уже поданы свыше 2,6 миллиона заявлений о выплате 5000 рублей, семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. Среди самых распространенных ошибок, когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты. Напомним, выплата в размере 5000 рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже израсходованы полностью. 5000 рублей ежемесячно предоставляются на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет, и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи. Субтитры создавал DimaTorzok